И когда я заканчивала школу наравне с остальными ребятами, плюс когда я ещё закончила музыкальную школу по классу фортепиано, это вообще отдельная история, никто не хотел со мной заниматься, но родители заметили талант, и нашлась тоже преподавательница, которая сказала, ну она же не будет видеть ноты, но хотя есть выход, раз у неё память хорошая, будет запоминать. И вот когда я на выпускном вечере музыкальном сыграла лунную сонату, то, когда в зале шептались, что вот сейчас будет играть эта слепая девочка, бедная мама, какой позор. Ну в общем, когда я сыграла лунную сонату, все стали хлопать, и мама так повернулась и увидела, что в зале такое мягкое анимение у всех. То есть это было такое вот негласное, скажем так, без того, чтобы что-то говорить, демонстрация того, что каждый человек, вне зависимости от того, какие у него есть проблемы со здоровьем, я повторюсь, неинвалидность. И даже ограниченная возможность — это тоже термин, который, может быть, будет оспорен и оспаривается, но в любом случае, это проблема со здоровьем, которая никак не отражается на тебе как на Личности, что хочется обществу сказать и буквально прокричать властям, которые не всегда это понимают. Поэтому, заканчивая школу, я переехала в Кишинев с маленьким чемоданчиком, родители остались в Каушанах, я сама родом с Каушан. Переехала в Кишинев, город для меня оказался огромным, недоступным. Пешеходные переходы, подземки со ступеньками, которые не всегда были, ну в общем, которые там плитка откололась, не видно, университет — это всё, ну значит, передо мной просто стоял выбор. Месяц, испытательный срок. Подали документы, всё, меня приняли, конечно, тоже были проблемы. Давайте будете учиться на дому, мы вам все учебники дадим. Ну, в общем, всегда люди стараются найти выход лёгкий для себя, но мы лёгких путей не искали. Я просто сказала себе так, если я вот за эти пару месяцев первого высшего образования не выдержу, значит, как говорит моя сестра, попуфи Вализа Шакаса. Вот так именно я себе и поставила цель. Конечно, были звонки каждый вечер, первые месяцы обучения маме, я плакала и говорю, наверное, всё-таки поеду домой, ну и найдём что-нибудь дома, какую-нибудь работу для меня, ну, что-то придумаем. Но, вы знаете, как-то стала втягиваться и стала понимать, что если не я, то кто? Ну, каждый сам кузнец в своей жизни, как говорится, каждый сам себе режиссёр. Я могла, конечно, сделать так, чтобы за меня решал кто-то другой, положиться на родителей, чтобы они за меня сделали всё, кормили меня, поили меня, очень удобно, легко, просто. Почему бы и нет? Но уже в тот момент я понимала, что если я сейчас себя не переломлю и не пойду дальше, ну, тогда что тогда будет? Что из меня выйдет и какая жизнь меня ждёт? Поэтому со всеми психологическими такими вот тараканами, скажем так, я пошла дальше, и я понимала, что мне нужно прежде всего общаться с преподавателями, объяснять им, как я хочу, чтобы были адаптированы материалы. Они этого не знают. Я изначально злилась на них, а потом подумала, чего я злюсь. Они не знают, надо их информировать. И с этого, в принципе, всё и началось, с информации. Я общалась с преподавателями, с коллегами, с деканатом. И изучая два иностранных языка, английский и немецкий, тут тоже была весёлая история, что когда я поступала, мне сказали, зачем тебе два иностранных языка с таким зрением? Возьми один, осилишь, потом возьмёшь второй. То есть логика мне немножко была непонятна, но всё равно. Ну, изучили мы эти два языка. Но факт в том, что этот университет очень мне помог и стал для меня очень хорошей платформой. И языки иностранные помогли мне развить мою память ещё лучше. И, в принципе, до сих пор помогают очень хорошо в моей работе. Но родители мне сказали так. Мы оплатили твоё первое высшее образование. Увидели на моём лице такое выражение, что я как бы хотела бы ещё что-то выучить, что-то изучить. И тогда, за что я им говорю сейчас спасибо, они мне не оказали медвежью услугу. И не сказали, ну, мы с папой что-нибудь придумаем и оплатим тебе ещё одно твоё высшее образование, и сколько ты захочешь. Они сказали так. Мы тебе оплатили первое высшее образование. Дальше, если ты хочешь учиться, думай, что делать. Бери кредит, ты девочка взрослая, иди работай. Думай, ты абсолютно полноценный взрослый человек, совершеннолетний. Тогда, конечно же, вот и возникла...